Итак, я представляю вам Арсению Куманкова. Арсений сейчас находится в США. Насколько я знаю, Арсений работает сейчас в Принстоне. Но все остальное для меня и для остальных загадка. Поэтому, Арсений, представьтесь и начинайте. Спасибо большое. Меня зовут Арсений Куманков. И действительно, я работаю в этом году в Принстоне. До этого я работал в высшей школе экономики. Было основное место моей работы. Но также в Шаненке, в РЭШ. А в прошлом году переместился в итоге сюда. В Принстон, в Соединенные Штаты. И это в целом так получилось, что мой первый визит в Соединенные Штаты. Поэтому я во многом для себя открываю страну. Я еще не прожил целый год. То есть, может быть, что-то там для меня еще неизвестное осталось впереди. Но какие-то впечатления у меня уже есть. И я буду рад ими поделиться. Тем более, полагаю, что многие рассматривают варианты, ищут позиции как раз в американских университетах и научных организациях. Ну, вот как я уже сказал, я впервые в Америке. Поэтому у меня были какие-то они, конечно же, представления. И частично они подтвердились. Но что-то меня, можно сказать, удивило. Или что-то я неправильно представлял себе. И вот с этим неправильным, искаженным представлением я, можно сказать, столкнулся, как только мы прилетели в Штаты. То есть я вдумал, что Америка такая, как заокеанская Германия. Здесь все очень строго, по правилам. И там есть множество законов, которые все регулируют. И все им подчиняются. Но это оказалось не так. Буквально по прилете мы с этим столкнулись. Я много читал, как проходят все эти процедуры прохождения границы, таможенного осмотра. В общем, все оказалось неправильно. То есть я готовился к тому, что нас будет очень долго и мучительно досматривать. Сказалось не так, ты просто проходишь, как обычно в путешествиях по Европе или наоборот, когда в Россию возвращаешься, проходишь паспортный контроль. И, собственно, все, никого там, таможенного, например, отдельного досмотра не было. Хотя я бы там читал и готов там еще полтора часа провести после того, как паспорт у нас проверили. В общем, во многом это вот ощущение того, что как бы не Германия, что правила есть, довольно жесткие. Но они, по сути, их никто не соблюдает. Но, в общем, меня так и преследуют. Здесь, опять же, сравнивать поведение на дороге, например, все ужасно нарушают правила, гонят. Ну, в общем, примерно, как в России, превышают скоростные лимиты все. Во всех организациях, в банках, в каких-то бюрократических учреждениях, опять же, да, куча правил существует. Но, в принципе, если там к тебе как-то вверх расположен, то он все сделает там, если там бумажек нет. В общем, во многом Америка оказалась куда ближе и куда более похожей на Россию, а не на какую-нибудь страну Северной Европы, не на Германию. При этом, в отличие от России, Америка, может быть, куда более традиционная в плане того, как организована жизнь и в плане того, как устроены сервисы, как работают такие социальные институты. И это, конечно, не самое хорошее, с чем вы столкнетесь, приехав в Америку, особенно, если сравнивать с опытом жизни в России, да, где отличная банковская система, отличный развит общественный транспорт, все там доставки моментально работают, да, магазин, который доступен круглосуточно. Мы живем в небольшом городе, в Принстоне, сам по себе он очень хороший, приятный университет, очень красивый, но это означает, что не так просто жить, если у тебя нет машины, да, здесь почти нет магазинов, либо они находятся так, что до них нужно полчаса идти, и, конечно же, они там рано, относительно рано закрываются, либо есть большие супермаркеты, далеко на трассе, предполагается, что ты до них добираешься на машине, ну, благо сейчас есть доставки, и в этом плане как бы выжить без машины можно, думаю, что это было гораздо труднее, там, лет 20 назад, но доставка тоже, да, работает не так, как мы привыкли живя в больших российских городах, где все с сервисами идеально. Очень сложно устроена медицинская система, не сказать, что мы до конца к ней адаптировались и поняли, как оно работает. Обычно для того, чтобы туда не записаться, тебе нужно потратить часа 3-4, звонить по телефону сначала в страховую, потом в ту поликлинику, в которую тебе порекомендовали обратиться в страховой. Опять же, очень часто может быть так, что страховая тебе рекомендует позвонить в поликлинику, и оказывается, что она тебе на самом деле не подходит, тебе нужно опять выяснять, куда обратиться. Ну, например, ребенка записали в ноябре на прием, который мы еще ожидаем, который будет в мае. Ну, там, когда ничего такого срочного нет, и в целом прям такой острый нужды нет, но тем не менее, да, вот полгода почти ожидания вполне реальны. Сейчас как раз идет сезон сдачи налоговой декларации через неделю, ну, чуть больше, там, через неделю этот сезон заканчивается. И это тоже еще одна такая очередная боль, потому что довольно сложно все это устроено. Университет, с одной стороны, снимает все налоги из тебя, но ты все равно должен отчитаться. Это значит, что тебе нужно... В Америке очень любят почту такую, в смысле, не электронную, а бумажную. Ты можешь, в принципе, заполнять какие-то формы, отправлять их по почте. Есть онлайн-сервисы, через которые можно отчитываться. Отчитываться, но там очень много всего неинтуитивного, и прям, действительно, это тоже требует многих часов подготовка этой налоговой декларации. Я уже несколько раз с этим бился, пока еще не отправил, спорно есть, что отправлю. Как будто бы что-то мне там система обещает, что что-то даже там нам вернут. Но все это настолько мутно и непонятно, что как бы не оказалось наоборот, что я еще окажусь должником. Посмотрим, в общем, что с этим в итоге получится, как это будет устроено для нас налогообложение. Мы еще не резиденты в США, и кажется, что они не станем в этом году, может быть, в следующем году. Ну и, конечно же, в чем, можно сказать, Америка подтвердила те ощущения, которые были от нее. Это в том, что это такая максимально каталистическая страна в полном смысле этого слова. И даже там мои отношения с университетом, они во многом это подтверждают. То, что нам университет здесь платит, то, как это стипедию, зарплату, как это не зави, он почти тут же половину ее забирает. Потому что мы живем в комплексе, который построил университет, и как бы сдает это университет. Университет дает это жилье при ученом, которые приезжают. В общем, университет выдает одной рукой зарплату, и тут же идет другой рукой через эту систему обеспечения жильем забирает. Ну и опять же, я уже сказал про налоги, которые довольно высокие. Плюс еще, конечно, множество расходов, связанных со страховкой. И, например, в общем, в плане финансовом здесь, конечно, довольно тяжело. У меня есть жена, двое детей, жена сейчас не работает, и мы где-то на грани балансируем. Может быть, даже иногда живем в минус, а не в плюс. Думаю, что тоже нужно иметь в виду, если вы планируете приезжать по каким-то спиндиальным программам сюда, и если вы планируете приезжать с семьей. Ну и, наверное, стоит завершить рассказ тем, что нас в большей степени интересует тем, как устроена академическая среда. И она, конечно, в Америке очень противоречива. США, конечно, страна контрастов, страна очень большого неравенства, и в академическом плане тоже себя проявляет. То есть, в принципе, безусловно, самое, наверное, шикарное место в академическом смысле, в котором я был. Это очень стимулирующая академическая среда. С другой стороны, это, конечно же, отчасти. Ну, постоянно думаешь, да, в какой мере ты сможешь продлить свое пребывание здесь, да, пребывание в таком мире, в таком режиме работы. С другой стороны, как бы само по себе пребывание здесь, что мое, что, например, там тех, где, которые здесь, студентов, например, или аспирантов, конечно же, не гарантирует, что, в общем-то, в дальнейшем получишь какие-то хорошие позиции. То есть, в принципе, даже там студенты Принстона, я был на этой неделе в Гарварде. В общем, везде люди жалуются, что им приходится очень сложно, что, особенно, да, если там работа, связанная с гуманитарными специальностями, что им приходится очень серьезно бороться за места, что конкуренция высочайшая. С одной стороны, да, в Америке очень много мест, и понятно, что, наверное, это довольно привлекательный такой рынок труда. для академиков, но даже люди, которые здесь учатся, которые получают степени здесь, там, в университетах Ivy League или там где-нибудь в Стэнфорде, не гарантированно попадают дальше на работу. В общем, вакансии есть, но приходится очень серьезно за них сражаться, бороться. И вот здесь, как раз, может быть, наша площадка, да, вот она полезна будет, в том числе для того, чтобы мы как-то обменивались опытом, пониманием того, как устойна академическая среда, на что обращают внимание коллеги, которые принимают решение, да, принимать вас на работу или не принимать. И мы вот, когда на этой неделе встречались с Александрой вокруг Гарварда, то как раз я ей тоже предложил делать какие-то больше мероприятий, на которых нам будут объяснять, да, вот, что работодатель ожидает, да, чтобы мы продемонстрировали в наших заявках или во время наших интервью, потому что мне кажется, что здесь как раз есть куча от того, с чем мы сталкивались в России. Ну, то есть, понятное дело, все там смотрят на публикации, но есть в том числе и какие-то там правила, какого-то академического этикетка, с которым мы, возможно, не очень хорошо знакомили, которые мы не понимаем, но о чем-то было бы полезно, если бы нам об этом рассказали. Арсений, спасибо, ваше время истекло. Коллеги, вы можете задавать вопросы Арсению. Кто хочет задать вопрос? Ну да, вот Владимир пишет, что чек-лист по CV, но и даже, мне кажется, больше может быть. По CV тоже я общался здесь с коллегами, мне подсказали, как поменять CV, при том, что структурно там оно было почти правильно сделано, но, допустим, важно там поместить после опыта работы сразу список своих публикаций. Я бы организовал CV совсем по-другому, вот здесь люди в Америке считают, что CV должно так быть устроено. или там что-то, что касается cover letter, например, как, собственно, само интервью проходить. Арсений, кстати, оставьте, пожалуйста, в чате, но, может, не сейчас, чуть позже, свой имейл или какие-то другие координаты, с тем, чтобы люди могли к вам обратиться уже и после лекции, и после просмотра видео, задать какие-то вопросы. Хорошо, чтобы был контакт? Да, конечно. Да, еще вопросы, коллеги. С чем связано то... Могу ли спросить? Да, извините, сейчас я прочту. С чем связано то, что в таком небольшом городе такой большой известный университет, Дарья спрашивает? Прошу вопрос. Ну, вообще, все или почти все университеты Лиги Клюща находятся не в больших городах, за исключением в Колумбии и университетах Кенсильвании, которые находятся, соответственно, в Нью-Йорке, и в Филадельфии. Остальные в маленьких городках находятся. Я не могу объяснить, почему именно так. Это, может быть, какие-то случайные отчасти события привели к тому, что именно эти университеты стали сильными изначально колледжами, да, и потом объединялись в Лигу Клюща. Насколько я понимаю, в XVIII веке он переживал не самые простые времена, а потом, благодаря усилиям нескольких своих президентов, он стал расти, завоевывать свою позицию. Он долго оставался колледжем, то есть не имел магистрских программ до последних десятилетий XIX века. Но нужно быть историком американского высшего образования, чтобы точно ответить на этот вопрос. Спасибо. Я пропустил. Там был вопрос. Пожалуйста, голосом. Да, добрый день. Добрый день и суток. Я пропустил начало лекции, к сожалению, поздно подключился. Хотел дать несколько моментов. Я общался с коллегами в США. Они все говорят насчет того, что, по сути, свои, получить позицию, пусть даже тренер-трак позицион, удается только в том случае, если у человека обычно есть степень PHD, полученная в США или в другой английской стране. И второй такой момент – это вопрос насчет возраста. Потому что многие коллеги говорят мне о том, что по большому счету, если не брать в счет научный университет в США, всегда есть ограничения по возрасту. То есть, если, например, человек уже претендует, он должен быть примерно хотя бы до 40 лет. Можно сказать, что не относится к научным университетам на поводу этого возможности Гарварда, MIT и что подобное. Вот хотел услышать у вас мнение по этому поводу. Да, я тоже об этом слышал. И, на самом деле, даже у меня был такой опыт. Я подавался в прошлом году на заявку на ассистент-профессора. И мне сказали, что вы, значит, слишком квалифицированы для такой позиции. Может быть, это была форма такого вежливого отказа. Но, может быть, действительно так. И опять же, я общался тоже с коллегой, который был в таких же обстоятельствах, как и мы все находимся. Он несколько старше меня и по возрасту, и по своим академическому заслугам. Но он тоже говорит, что он может претендовать только на какую-то позицию, такой сеньор, что его, естественным образом, ограничивает. Потому что таких позиций меньше. И это, конечно, серьезная проблема. Потому что получать местную степень, не у всех есть возможность. И довольно много времени. Так как минимум займет лет 5, а обычно 10 людей еще больше работать над своими PhD-диссертациями. Ну, в общем, 7-10 лет тратить не то, чтобы начать карьеру с нуля. Это большой такой вызов и требует, конечно же, и ресурсов, и невиданной мотивации. Хорошо. У нас есть... Понятно. Спасибо за это. Да, у нас есть время еще на один вопрос. Пожалуйста, голосом кто-то хочет задать вопрос? Давайте я спрашиваю. Есть вопрос, могу я задать еще раз? Нет, можно я так и спрашиваю? Арсений, скажите, сколько заявок, сколько заявлений вы разослали, прежде чем получили предложение о работе? Ну, у меня все-таки не прямо такая рабочая позиция. Это, по сути, такая визитин позиция для ученых с рисками. Поэтому я очень активно отправлял заявки в прошлом году. Наверное, сотни писем. Но все-таки это не рабочая позиция, да, она ограничена по времени. Ну, вот я слышал здесь историю, что человек, который получил именно американскую степень в одном из калифорнийских университетов, получил степень по философии, он разослал 400 заявок, прежде чем получить позицию, ну, какой-то там первым, да, там, ассистом профессора. Повторюсь, все здесь постоянно жалуются, что очень сложный рынок труда, и прям вот даже если ты из хорошего университета выпускаешься, это не гарантирует, что ты найдешь сразу же такую хорошую рабочую позицию постоянно. Арсений, спасибо, спасибо за то, что пришли и рассказали. Я хочу сказать, что это в определенной степени должно успокаивать наших коллег, которые, находясь где-то за пределами России, как правило, рассылают заявки, рассылают много заявок и часто не получают ответы или получают отказы. Эта ситуация достаточно характерная для самой Америки. И выпускники даже самых лучших вузов, к сожалению, тоже рассылают многочисленные заявки и долго пытаются найти работу. И очень многие в конечном итоге отказываются от академической карьеры, потому что намного проще найти работу в бизнесе. Не отчаивайтесь, если вы хотите добиться этого, продолжайте рассылать заявки. Опыт говорит о том, что рано или поздно какой-то университет вас заинтересуется. Арсений, еще раз спасибо. И мы переходим к нашему следующему участнику, Владимиру, который нам расскажет о Казахстане. Да, здравствуйте. Меня зовут Владимир Зенин. Я раньше занимался биотехнологией в России. И сейчас я работаю в научном отделе одного из университетов в Казахстане. И в основном занимаюсь обучением сотрудников, подачей заявок на гранты, ведением научных проектов внутри и внешних тоже. Я подготовил немножко слайдов, чтобы было... Но у вас disabled screen sharing. Можно разрешить, пожалуйста? Вас не слышно. Все, я сделал вас хастом. Вы можете. Да, 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 да. Спасибо. Сейчас я буквально секунду. Так, Ctrl-F5. Так, один экран видно? Да, один. А, все, отлично. Отлично. Хорошо. Значит, слева это фотография Бетонического сада Алматинского. Справа это вот самое начало весны, тоже Алматы. Значит, прежде всего о населении. Казахстан с точки зрения населения не очень большая страна, 20 миллионов человек. И очень низкая плотность населения. В России 8,5 человек на километр квадратных. Здесь 7 человек на километр квадратных. Это прям очень-очень низкая плотность населения. То есть, Казахстан это огромная страна с не очень большим населением. В основном население это казахи и русские. Основные языки это казахский, который относится к тюркской группе языков. Он близок к азербайджанскому и турецкому. Ну, и русский тоже. Постепенно стараются возвращать знания казахского, потому что в советское время почти все перешли на русский. То есть, есть старшее поколение, которое не знает казахского. Значит, вот хочу обратить внимание на карте, что лесов практически нет, что это все луга, степи. И в отличие от, например, Узбекистана, что нет таких пустынных местностей, где прям вот одни камни и все, больше ничего нет. Значит, если говорить о развитии экономическом, то GDP на человека 11 тысяч долларов в год, по паритету покупательской способности около 30 тысяч долларов в год. Это примерно то же самое, что в России в среднем. То есть, я бы сказал, что по тому, насколько богат конкретный город, это надо смотреть уже город. В основном экономика сырьевая, так же, как и в России. Основной экспорт – это сырая нефть больше половины. Значит, если посмотреть на карту светового загрязнения, которая отражает, ну, в общем, так, плотность населения и урбанизацию, то можно увидеть, что вот в сравнении там с Россией слева вверху, с Азербайджаном и Арменией слева внизу, и с отдельными районами Кыргызстана, Туркменистана, то видно вот эти вот огромные степи, в которых тоже есть люди, но они, по сути, стада, они перемещаются с этими стадами, как я понимаю, и это очень слабо урбанизованные регионы. Значит, тем не менее, есть прям вот такие регионы с высокой долей урбанизации, это Караганда, там находится металлургический комбинат, там есть угольный разрез, там добывают свой собственный уголь, он довольно грязный, это, кстати, сказывается на экологии, но это позволяет вот достаточно дешево получать энергию. Значит, это мы были проездом в Караганде, можно увидеть примерно вот такие вот пейзажи, совсем, казалось бы, голые, но если присмотреться к этим камням, то там есть какие-то трапки, какие-то цветочки даже, вот это осенью было снято. Значит, я остановился в Алматы, поскольку это первый по размеру город, самый крупный, до 98-го года, насколько я помню, здесь была столица, ее перенесли, перенесли, кстати, в том числе из-за плохой экологии. В принципе, город комфортный, классный, центр очень красив, много всяких кафешек, много интересных мест, есть горный курорт Шимбулак, который вот в этих горах как раз и находится, и, в общем, здесь классно. Если говорить о таких минусах, то это качество воздуха, потому что здесь есть этот номер два, который только туглен, и если вот посмотреть на это красное, это те самые 2,5 микрона частицы, которые там вредны для легких, которые вызывают значительную избыточную смертность, и можно увидеть, как они с октября по март поднимаются вот как раз из-за этого отопления, из-за ТЭЦ и домашних хозяйств, которые только туглен. Если говорить о основных научных учреждениях, а, сначала университеты, я ориентировался на рейтинг КОЭС, потому что в основном сами университеты на него ориентируются, мы тоже на него поглядываем, но мы все-таки поменьше, мы в него не вошли. И вот можно увидеть первые 5 в рейтинге КОЭС, самые крупные, самые такие именитые университеты. Здесь получается достаточно дешевое образование, поэтому есть такой туризм за образованием. Приезжают люди из Индии, из Пакистана. Как я понимаю, что за те деньги, за которые здесь можно получить образование, оно получает хорошее качество по сравнению с тем, что в Индии и Пакистане. Поэтому народ приезжает получить образование. Значит, если говорить о научной деятельности, то есть Назарбаев университет, который находится в Астане. И в основном он ориентирован на привлечение зарубежных ученых, как крупных, средних, с хорошими публикациями, с приличными индексами Хирша, которые приезжают, получают от них финансирование, работают и учат там. И в том числе они публикуются. И вот таким образом одна из организаций, которая публикуется вообще независимо от того, научная она или учебная, это Назарбаев университет. И Казахстанский национальный университет, вот можно увидеть, он второй по количеству и качеству публикаций. Значит, если говорить о съеме жилья, то, значит, и зарплатах, то можно увидеть, что в Алматы это где-то от 200 до 350 тысяч. Если брать однокомнатную квартиру, не очень в центре, но и не очень на окраине. Так. И главная загвоздка – это зарплата, конечно. Вот тот самый Казахстанский национальный университет, имя Альфараби, там зарплаты от 200 тысяч тенге до 500 тысяч тенге, но без учета надбавок за рейтинговые публикации, например. Учитывая стоимость аренды жилья, в общем, это сложный момент. То есть мы с семьей, я переехал с семьей, мы работаем оба, жена работает в бизнесе, и только так получается как бы сводить концы с концами. В противном случае, да, тут тоже была большая проблема. Значит, есть интересный момент, что Казахстан считается родиной тюльпанов, и если посмотреть на естественный ареал обитания рода тюльпан, то да, это действительно так. вот в этом году я не был в степи, но, как я понимаю, или вот-вот, или уже цветет, начинает зацветать степь, и говорят, что это очень красиво. А еще здесь есть бурсаки, это местное блюдо, очень похожее на пончики, но оно делается не в растительном масле, а в животном. Значит, так, есть еще моменты, о которых я хотел бы сказать, важные для тех, кто собирается некоторое время провести в Казахстане. Значит, участвовать в грантовых программах иностранцам можно, но только если есть степень PHD или подобная. То есть, я, к сожалению, не успел защититься, я участвовал как соискатель, работал на своей диссертации, я не успел защититься, поэтому я не могу проходить как участник грантов. Значит, система грантов здесь достаточно интересная. Здесь, во-первых, есть отдельный закон о государственной экспертизе, и все государственные гранты, они проходят государственную экспертизу согласно этому закону. И согласно нему пишется конкурсная документация. То есть, есть такой момент достаточно здоровской унификации, и по сравнению с российской грантовой системой мне это нравится. Значит, и важный момент тоже, что Казахстан полностью принял баллонскую систему образования, и таким образом здесь точно так же есть степень PHD, а не кандидат наук. И, к сожалению, здесь нет соискательства, поэтому, если кто не успел защититься так же, как я, то надо смотреть в сторону Кыргызстана и Узбекистана, насколько я помню. Из классных моментов то, что здесь собираются подтягивать всю систему рейтингов и образования, и начали спрашивать реальные индексы Хирша по Скопус или Web of Science, реальные Кутри, как минимум, публикации тоже по Скопус и по Web of Science. Преподаватели в университетах, конечно, жалуются, потому что есть много возрастных, им все это тяжело, тяжело понять вообще, зачем это. Но, тем не менее, я считаю, что это такой классный шаг в сторону равняться на мировую науку. Ну, вот примерно так. Давайте, наверное, вопросы. Вас не слышно, сейчас я проверю. Да, да, извините. Большое спасибо, очень интересно. Если вы вернете мне экран, то я увижу вопросы. Ага. Да. Отлично. Спасибо. О, так. Значит, здесь комментарий в бизнесе тоже отказов полно. А как с требованием казахского языка в университетах? Смотрите, значит, в университетах обычно делятся так, что есть русскоязычные группы, есть казахоязычные группы, и есть англоязычные группы, как раз вот это Индия и Пакистан. Англоязычных преподавателей, прямо скажем, не хватает. Есть такой, как это, трансферный период университетов, и он заканчивается в сентябре, когда начинается учеба. поэтому, в общем, если говорить именно о преподавании, то надо смотреть на период летний до сентября, и можно будет найти какую-то позицию, если нужна позиция в Казахстане. И поскольку обычно, ну, если говорить о российских ученых, все-таки знают английский язык, то можно рассчитывать именно на англоязычное преподавание, поскольку оно оплачивается лучше, и преподавателей действительно не хватает. Спасибо. Еще вопросы? Устно, с голосом. Коллеги. Так. В университетах есть надбавки за публикацией какую-то другую научно-административную работу? Это вопрос. Кажется, что ставка в университете не сильно отличается от того, что было в московских университетах. Но вопрос, добавится ли что-то еще к этой ставке? Ну, то есть вопрос о подработке. Ну, как мы все знаем, например, в Москве многие из нас преподавали не в одном месте, имели разные, так сказать, афилиации, и это позволяло подработать. Александр, можно я тогда уточню? Все-таки вопрос не о подработке, потому что это понятная, да, стратегия в университетах или что-то еще, а именно что добавляет сам, если ты работаешь в университете, есть ли у тебя гарантия, что ты вот свои ставки, допустим, за статьи что-то получишь, или за административную работу, которую ты выполняешь, не знаю, за руководство аспирантов, ну, кажется, это не очень много в Казахстане. То есть вот именно что в одном университете ты будешь получать помимо зарплаты. Смотрите, зависит от университета, если говорить конкретно о Казну, у них есть надбавки за публикации, если говорить о моем, есть не надбавка, есть премия единоразовая, по-моему, в размере оклада. В принципе, да, если говорить о подработках, конечно, есть подработки, потому что не хватает преподавателей, не хватает, как сказать, не хватает каких-то каких-то отдельных специальностей и, скажем так, если специалист проявит себя хорошо, то к нему просто потянется народ, чтобы он сделал то особенное, что он умеет делать. То есть если там статистику хорошо считает, то пойдут люди просить типа научи нас или сделай нам. Ну, вот такой пример. Социальные плюшки вы знаете, к сожалению, не знаю, потому что детей нет, а страховка есть от бизнеса, от жены. Я здесь могу прокомментировать. Это, конечно, зависит от университета. Более богатые, обеспеченные университеты дают какие-то плюшки. Не знаю насчет детского сада, но, например, субсидированное жилье кое-кто предоставляет. Есть еще какие-то другие возможности. В общем и целом сейчас Казахстан очень заинтересован в привлечении квалифицированных кадров, российских кадров, поэтому вузы отчасти соревнуются и могут предложить что-то дополнительное, чтобы привлечь вас. Если говорить о прям науке-науке и таких ну как экспериментальных исследованиях типа моей области биотехнологии, то это, конечно, скорее Астана все-таки, не Алматы. Это, во-первых, а во-вторых, из интересного, что развивается фармацевтическая область и достаточно много вакансий в бизнесе, прикладных вакансий. Спасибо. Владимир, оставьте, пожалуйста, какие-то свои координаты. Если к вам захотят обратиться коллеги и задать дополнительные вопросы, то, надеюсь, вы на них ответите. Тем более, что... Пишите. Спасибо огромное. Спасибо вам за выступление. Так, и дальше мы предоставляем слово Артему. Да, спасибо. У меня тоже будет презентация. сейчас я дам вам так. Да, я хочу добавить немного про Казахстан, в который я полечу в конце месяца, что общаясь с другом, я узнал, что там очень так же востребованы медицины. то есть, наверное, это окей. Вот, то есть, наверное, формация автофото тоже касается, так что, да, они очень заинтересованы в квалифицированных работниках из России. Владимир, а вы мне не передали право делиться экраном, поэтому передайте тогда Артему. Да, сейчас, секундочку. Да, было бы здорово. Артем, да, Артем, теперь вы можете. Так, все видно? Отлично. Да, здравствуйте, коллеги, доброго времени с полтак. Я, мне кажется, я немного отличаюсь от большинства вас, потому что я занимаюсь молекулярной биологией, а не гуманитарными науками, вот, и я получил степень кандидата биологических наук, работая в Институте молекулярной генетики изначально РАН, сейчас он перешел под контроль Курчатовского института, вот, и я нашел позицию в Университете Орхуса, позицию ПОСДОКа, где я сейчас и работаю. Вот. Да, и в отличие от, как я понимаю, в отличие от других областей, по крайней мере, в молекулярной биологии и среди коллег я встречал то, что когда мы ищем места, куда переезжать, то есть какие-то вакансии, мы обычно ориентируемся на интересующие нас лаборатории, по крайней мере, это как бы первый такой шаг, когда мы знаем, есть такое небольшое поле, исследователи, с работами, которых мы знакомы, и если нам интересно то, что они делают, мы как бы пишем сначала им, а потом уже, наверное, если получены отказы ото всех, тогда уже будет что-то более смотреть на университеты места, то есть как бы я не ориентировался на какую-то страну, на какой-то город, я просто знал, что вот есть такие вот исследователи, и мне интересно то, что они делают, я бы хотел поработать в их коллективе, то есть летом 22-го года я написал несколько мест, среди которых была Дания, Австрия, по-моему, еще Великобритания, мне ответили из Дании, я прошел беседование, вот, и да, и 22-го дедатскую, и тут же написал будущему руководителю о том, что могу ли я соглашаться на оффер и готов ли мы запустить этот процесс, вот, и соответственно, поскольку посольство Дании в Москве закрыто, то есть надо подаваться в других странах, я выбрал Казахстан, и должен сказать, что это все происходило довольно легко, то есть со мной сразу связались из HR департамента университета, мне подсказали, какие нужны документы, вот, со мной, как бы, что еще интересный момент в том, что за меня подавали все документы, именно за меня подавал университет, то есть мне нужно было приехать и сдать только биометрию, вот, моя супруга, которая тоже как член семьи приехала со мной, она подавала все сама, но это тоже было очень удобно, поскольку Дания очень, я это еще обомяну, то, что Дания очень цифровизованная страна, то есть это все делалось на специальном портале для приезжающих в Данию, поэтому тоже проблем с этим не возник. Так вот, судя по моим знакомствам, другим людям из России, которые, знаю, приехали, вот, приехать в Данию по работе, если ты нашел оффер, это, ну, да, это довольно легко, и в Дании очень много очень квалифицированных сотрудников из России и ученых, вот, и они отлично себя здесь чувствуют, отлично работают, но приехать как бы просто так и искать что-то самим это практически невозможно. Вот, как бы, мне кажется, людей из России, которые нетрудоустроены, я не видел, вот, встречал много беженцев из Украины, потому что да, не оказывают поддержку им, вот, также, когда я приехал, была поддержка, как я упоминал, от HR-департамента, от Siri, это Citizen Service в Данию, когда ты приходишь и оформляешься, получаешь ВНЖ, вот, еще упомяну, то, что, когда ты получил оффер и работаешь, что, если вдруг что-то происходит, и ты увольняешься, то, в Дании очень хорошие такие условия, что можно еще шесть месяцев прожить на территории и искать новое место работы, вот, дальше, что по деньгам, в Дании, в Дании используются датские кроны, поскольку Дания не находится в еврозоне, вот, у датчан большие зарплаты, и когда я получил оффер, я был просто шокирован своей зарплатой, но потом я понял, что это добыча налога, который, в принципе, гигантский, где-то 50%, но для исследователей есть специальная схема, где в течение семи лет ты платишь налог около 32%, что считается очень низким налогом в Дании. По жилью университет предоставляет какое-то временное жилье, где можно жить, это общежития, в которых можно жить где-то максимум год, и они довольно дешевые, но я решил искать, мы решили искать жилье на порталах, съемы, да, это не всегда гарантированно наличие жилья в этих университетских общежитиях, вот, и примерная цена, Орхус, да, Орхус – это второй по величине город Дании, как бы, он не очень известен, университет, мне кажется, очень хороший, много департаментов, такой большой кампус, где много зданий разных департаментов, и, в принципе, другие здания, другие департаменты раскиданы вообще по городу, вот, то есть, если как бы погулять по городу, то можно увидеть много всяких зданий, институтов, которые входят в университет Орхуса, вот, и жилье здесь дешевле, чем в Копенгагене, поскольку это столичный город, но все равно где-то за двухкомнатную квартиру придется отдать в районе тысячи евро за месяц. Да. Вот, значит, в процессе моего оформления как бы получить вид на жительство было очень легко, поскольку, как бы, когда уже есть контракт с работодателем, который, в принципе, оформляет тебя, то это все происходит довольно гладко, но вот, что не гладко, это прибытие в страну и как бы как бы оплата всего, потому что наличные в Дании совсем не в почете, как я упоминал, это очень цифризованная страна, и, в принципе, ну, то есть, можно найти какие-то обменники, и то это считается, по сути, как будто бы ты занимаешься чем-то полулегальным, когда ты меняешь валюту на датские кроны, вот, и можно что-то покупать на наличные, но если ты собираешься снимать жилье, то просто невозможно заплатить наличные за жилье, это должна быть, это должен быть перевод с карты, и не просто карты, то есть вихт-перевод не пойдет, это должна быть датская карта, то есть единственное, что меня спасло, это то, что у меня есть друг, который приехал раньше, и вот он смог заплатить именно за первый месяц депозит, пока еще не открыл счет. Да, я подавался в два банка, значит, один банк, это у них такой стандартный банк, данский банк, и вот он был где-то в 2018-2019 году был пойман на большом коррупционном скандале с отмыванием денег из России и прибалтийских стран, и теперь они как бы очень тревожно относятся к людям, скажем так, из неблагонадежных стран, например, когда они все-таки мне открыли счет, на это ушло где-то полтора месяца, то когда я положил на него деньги, то потом они спустя неделю стали меня расспрашивать, что это за деньги, типа, откуда они перешли, а вот это вообще нельзя, то есть все такое, они до сих пор грозятся мне закрыть счет, и я просто-напросто не пользуюсь этим счетом, вот, в качестве альтернативы есть онлайн-банки, самые известные из мигрантской среды России, это Револют, вот, но проблема с ним в том, что это не данские банки, и, например, платить за жилье не получится, вот, есть онлайн-банк Лунер, например, и у него нет никаких офисов, насколько я знаю, ну, очень похоже на Тинькофф, но только еще такая особенность, то есть у них нет своих банкоматов, и там положить какую-нибудь валюту не получится, вот, но, в принципе, вот, в условиях Дании я абсолютно, мне кажется, это все абсолютно комфортно, когда у тебя есть зарплата, которой хватает, в принципе, на все, да, ну, накопление, да, как бы, их куда-то переводить, это очень большой вопрос, я знаю про многих людей, которые приехали из России по ошибке, поменяли свои накопления в кроны, они просто не знают, что делать с этими деньгами, то есть банки не принимают эти суммы, даже несмотря на то, что это не какие-то гигантские суммы, про транспорт немного расскажу, здесь все катаются, все едят на велосипедах, это просто я, если я выгляну из окна, я вижу стоянки, заполоненные этими двухколесными средствами передвижения, и инфраструктура очень хорошая и очень удобно передвигаться на велосипеде, вот, машины здесь, иметь машину, это довольно дорого, и я знаю пример то, что другой постдок из Франции планировал привезти свою машину, она поняла, что это слишком дорого, то есть абсолютно да, не стоит того, она просто приобрела здесь велосипед, катается на велосипеде и общественный транспорт, общественный транспорт здесь удобный, наверное, чуть менее удобный, чем в Москве, но также, например, есть приложение, которое позволяет отслеживать автобусы, вот, одна поездка довольно дорогая, но есть способы снизить, это, ну, купить, специальную проездную карту, и с течением времени цена будет снижаться, вот, для междугородних поездок я использую датские железные дороги и фликсбасс, фликсбасс, на самом деле, очень удобно, довольно дешево, в принципе, если это поездки меньше, там, шести часов, то прекрасно, вот, по поводу автомобиля, да, права, права Российской Федерации, они действуют на территории Дании в течение 180 дней, в течение этого срока желательно их обменять на датские права, и поскольку есть какие-то соглашения, то не надо пересдавать экзайм, то есть вы просто отдаете свои права, получаете датские, и ваши российские права возвращают, когда вы уезжаете из страны, ну, то есть, совсем я имею в виду, когда заканчивается вид на жительство или что-то такое, я на самом деле, я собираюсь этим заняться, но я не уверен, нужны ли международные права для этого, вот, по-моему, работают и просто с обычными российскими правами, вот, а национальные особенности датчан, несмотря на то, что это скандинавская страна, датчане, мне кажется, очень открытые люди, которые, не знаю, они не постесняются что-то подойти, что-то сказать, то есть, это в хорошем ключе, вот, и для общения с датчанами хватает и английского языка, это особенно в Копенгагене, вот, как бы, мне кажется, большинство людей предпочитает говорить на датском языке, но в городах поменьше, как бы, люди больше, они говорят на датском, вот, и изучение языка датчане очень любят, когда иностранцы, приезжающие, изучают язык, не знаю, почему, но, да, вот, есть поддержка, да, поддержка людей, которые хотят изучать датский, от государства, вот, то есть, в течение, там, трех месяцев, по приезду, надо начать изучение, поступить на курсы, и они будут оплачены государством, вот, и, ну, единственное, условие, то, что нужно эти курсы закончить в течение пяти лет, то есть, там, пять модулей, по-моему, вот, и еще платишь, ну, довольно большой депозит за них, и депозит ты возвращаешь, когда заканчиваешь модуль, вот, если ты продолжаешь, ты просто не возвращаешь депозит, и, как бы, он переходит на следующий модуль, вот, да, они считаются одной из, одной из стран с самым высоким уровнем доверия людей друг к другу, вот, но я заметил то, что какие-то злоупотребления этим, они все-таки отмечаются, то есть, одна из таких бытовых историй, мне рассказывал коллега, датчанка, то, что у них есть такой буфет, выходного дня в библиотеке, где такая столовая для сотрудников, и когда туда пришла девушка и просто заполнила все контейнеры с едой на неделю, то, как бы, это было отмечено практически всеми, то есть, датчане, как бы, они гордятся тем, что они соблюдают такие права социума, вот, и так не злоупотребляют какими-то хорошими вещами, вот, Даня, да, я считаю, что, наверное, одна из самых прогрессивных стран Евросоюза в плане того, что однополые браки были разрешены здесь, по-моему, где-то в 80-х годах прошлого века, вот, здесь политика тотальной толерантности, то есть, да, здесь, мне кажется, все люди могут чувствовать себя комфортно, вот, такая особенность, то, что нормы Евросоюза и, да, возможно, и стран НАТО, они могут соблюдать, расслаблены, другими участниками этих блоков или союзов, но Дания как-то почему-то есть такой бзик, то, что мы должны исполнять это прям максимально, вот, из таких примеров, например, есть какое-то соглашение по средней цене за электроэнергию, и в Дании вся энергия, она за счет возобновляемых источников, она очень дешевая, здесь множество ветряков, которые вырабатывают энергию, ее хватает для всей страны, но при этом цены на электроэнергию высокие просто потому, что у Дании установлены цены на уровне средних цен по Евросоюзу, хотя, казалось бы, из жизни института, то есть, недавно была какая-то история с запретом ТикТока в США, и наш институт, изучив какие-то все угрозы, исходящие от этой социальной сети, распространил заявление, то, что желательно удалить ТикТок со всех устройств, которыми вы пользуетесь, чтобы там пользоваться рабочими сервисами, например, почты, что кажется немного абсурдным, но вот. Какие могут быть причины у россиян, которые приезжают в Данию, у культурного шока, да? Первое, то, что это очень многие люди на этом попадаются, и не только приезжают в Данию, то есть, в России люди пользуются скачиванием данных на торрентах, и когда вы приезжаете, то надо это срочно все удалять и отключать, потому что провайдеры делятся данными о том, что вы делаете в интернете с разными компаниями, и вам может прийти просто иск в какой-то момент, и это будет очень неприятная история, то есть, здесь такое абсолютно не поощряется. Вот, также магазины здесь закрываются довольно рано, и по праздникам практически очень сложно найти что-то, работающее в празднике, за исключением таких самых базовых супермаркетов, например, сейчас вот у нас пасхальные каникулы, и, например, только почему-то завтра будет что-то открыто, в четверг и в пятницу все практически закрыто, в понедельник, вторник тоже, в воскресенье, понедельник, сразу после Пасхи тоже все будет закрыто, то есть, это надо учитывать, и датчане, они, как бы, я бы не сказал, что это такая ленивая нация, но у них есть четко установленный график работы, и если вы попробуете что-то у кого-то спросить, не знаю, минутой, когда человек закончил работу, вы не получите ответа, это точно. Вот, язык, да, датчанам нравится, когда вы изучаете язык, но язык очень сложный, где-то я слышал то, что, когда человек узнал про то, что русский изучает датский, он сказал, что это просто максимально далекий язык в плане произношения от датского, и на самом деле произношение здесь очень сложно, вот, и последний момент он такой, не знаю, я просто тоже слышал от некоторых людей, то, что здесь очень такая культура спиртных напитков, то есть, здесь люди много употребляют, ну, в основном пиво, как бы, и на всяких социальных сборах тоже сборщик, люди как бы употребляют пиво, и некоторые люди, несмотря на то, что я уверен, никакого как бы астроцизма нет для людей, кто не пьет, наверное, люди как бы сами придумывают то, что им некомфортно, если они не пьют, вот, но, да, тоже может быть такое, как бы, вот, наверное, это все. Спасибо, спасибо, Артем, если можно, верните назад, да, если можно, верните мне, право, да, спасибо большое, спасибо за ваш интересный рассказ, вопросы, коллеги, голосом или текстом, какие есть вопросы по поводу Дании, датского пива, которое, вот видите, все пьют, немецкое пиво лучше, немецкое пиво тоже там есть, ну, Артем, во-первых, оставьте, пожалуйста, какую-то информацию о себе, да, чтобы люди могли обратиться, наверное, вы не единственный молекулярный биолог в нашем сообществе, поэтому, возможно, кто-то еще здесь найдется, кто захочет, или не совсем молекулярный биолог, коллеги, вопросы? Что-то вопросов нет. Тогда спасибо большое Артему за интересный рассказ о Дании, и у нас еще один сегодня есть коллега, который должен рассказать нам о Германии. Я, правда, не знаю его фамилии, обращаюсь к аудитории. Кто у нас рассказывает о Германии? Участник с ником Джан Джо. есть ли такой среди нас? Ну, видимо, нету. Значит, к сожалению, у нас только сегодня три страны представлено. Если есть вопросы к участникам или есть вопросы ко мне, пожалуйста, можете сейчас задать. Ну, если вопросов нет, спасибо всем большое за участие. Я уверен, что это была полезная информация, интересная информация, и мы продолжим, послушаем рассказы о других странах. встретимся на следующей неделе. Завтра у нас будут питчи в семь часов, поэтому, пожалуйста, приходите завтра тоже. Всем большое спасибо за участие и хорошего вечера или кое-кого уже и ночь. Всем большое спасибо. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания.